Добрый день! Меня зовут Оксана Мирза-Фёдорова. Я являюсь преподавателем теоретического лицея имени Натальи Георгиеву. Сегодня мы с вами научимся решать задачи при помощи уравнений. В начале урока вспомним приведение подобных слагаемых и раскрытие скобок. Итак, после приведения подобных слагаемых вы должны получить следующие результаты. В результате раскрытия скобок вы должны получить следующие результаты. Далее устно решим несколько уравнений. Итак, первое уравнение имеет множество решений минус 9. Второе уравнение имеет множество решений 9. Третье уравнение имеет множество решений 11. И множеством решений четвертого уравнения является число 15. Далее необходимо записать в виде равенства содержимое следующего предложения. Если число х уменьшить в два раза, то сумма полученного числа и третий числа х будет равна 5. Итак, данное математическое высказывание можно записать в виде равенства. Х уменьшили в два раза плюс х уменьшили в три раза и получили в результате число 5. Если число м увеличить в 5 раз и полученное произведение увеличить на 6, то получим 31. Итак, если мы м увеличиваем в 5 раз, мы получаем выражение 5м. Полученное произведение увеличиваем на 6, значит прибавляем 6 и получаем в результате 31. Полученные равенства являются уравнениями первой степени с одним неизвестным. Итак, далее мы переходим к решению задач при помощи уравнений. Необходимо очень внимательно читать условия задания. Затем нужно переводить содержание задачи на математический язык. Далее составить математическую модель, то есть уравнение. Решить полученное уравнение и корректно ответить на вопрос задачи. Итак, первая задача. В деревне у бабушки по двору бегали поросята. Количество копыт поросят на 14 больше количества глаз. Сколько поросят бегали по двору? Итак, пусть количество поросят это х. Тогда количество глаз поросят это 2х. Количество копыт поросят 4х. Мы знаем, что количество копыт на 14 больше количества глаз. Значит, количество копыт это количество глаз плюс 14. Решим полученное уравнение. Перенесем слагаемое из одной части уравнение в другую. В итоге получим уравнение 2х равняется 14. Найдем значение х. И х у нас получился равный 7. Значит, по двору бегало у нас 7 поросят. Ответ 7 поросят. Переходим к следующей задаче. На двух полках находятся 58 книг. Если с одной полки переложить 8 книг на другую, то на каждой полке будет одинаковое количество книг. Сколько книг было на каждой полке первоначально? Итак, пусть на одной полке х книг. Тогда на другой полке 58 минус х книг. Если мы с одной полки переложили 8 книг на другую, то на одной полке теперь х минус 8 книг, а на другой полке 58 минус х плюс 8 книг. Так как мы знаем по условию, что книг теперь на полках поровну, можем составить уравнение. х минус 8 равняется 58 минус х плюс 8. Переносим слагаемые с неизвестным в одну часть уравнения, свободные слагаемые в другую часть. Приводим подобные и получаем уравнение 2х равно 74. Находим значение х. х равен 37. Итак, значит на одной полке у нас 37 книг. Далее находим сколько книг на второй полке 58 минус 37 и получаем 21. Итак, в результате мы получили, что на одной полке находится 37 книг первоначально, на другой 21 книга. Переходим к следующей задаче. В магазин Линелла привезли 5 тонн яблок, 4 тонны картофеля и 3 тонны лука. Цена 1 кг картофеля на 2 лея меньше цены яблок и на 3 лея больше цены лука. Какова цена 1 кг яблок, 1 кг картофеля, 1 кг лука, если общая стоимость привезенного товара 157 тысяч леев. Итак, мы с вами должны прочитать условие задачи не один раз и понять, на какой товар у нас самая дешевая цена. Итак, по условию задачи мы поняли, что самый дешевый у нас лук. Значит, пусть цена 1 кг лука это х леев. Тогда цена 1 кг картофеля это х плюс 3 лея. А цена 1 кг яблок это х плюс 3 и плюс 2 лея. Итак, стоимость 5 тонн яблок. А в 1 тонне у нас содержится 1000 кг. Значит, стоимость 5 тонн яблок это 5000 умножить на х плюс 5 леев. Стоимость 4 тонн картофеля это 4000 умножить на х плюс 3 леев. И стоимость 3 тонн лука это 3000 умножить на х леев. Так как мы знаем общую стоимость нашего товара, мы можем составить уравнение. 5000 умножить на х плюс 5 плюс 4000 умножить на х плюс 3 плюс 3000х равняется 157 тысяч. Далее раскрываем скобки, переносим слагаемые с неизвестным в одну часть уравнения, свободные члены в другую часть уравнения. Приводим подобные и получаем уравнение. 12000х равняется 120 тысячам. Находим значение х, х равен 10. Значит, цена 1 кг лука у нас 10 леев. Находим цену 1 кг картофеля, это 13 леев. И 1 кг яблок стоит 15 леев. И записываем ответ. Лук стоит по 10 леев, яблоки по 15 леев и картофель по 13 леев. Далее, стороны треугольника являются последовательными четными числами. Найдите длинный сторон, если периметр треугольника равен 90 мм. Итак, так как длинный сторон являются четными числами, следовательно, меньшая сторона треугольника имеет длину 2х мм. Средняя сторона имеет длину 2х плюс 2 мм. А самая длинная сторона имеет длину 2х плюс 4 мм. Так как мы знаем периметр треугольника, мы можем составить уравнение. Сумма длин сторон равняется 90 мм, значит 2х плюс 2х плюс 2х плюс 2х плюс 4 равняется 90. Далее, слагаемые с неизвестным группируем в левой части, свободные члены переносим в правую часть с противоположным знаком. Приводим подобные слагаемые и получаем уравнение. 6х равняется 84. Находим значение х, х равен 14, значит, можем найти длины всех сторон данного треугольника. Итак, меньшая сторона равняется 28 мм, средняя сторона имеет длину 30 мм и самая длинная сторона имеет длину 32 мм. В ответе записываем длины всех трех сторон. Следующая задача, турист прошел 72 км за 3 дня. В первый день он прошел на 15 км меньше, чем во второй день. И на 3 км больше, чем в третий. Сколько километров проходил турист каждый день? Итак, значит, мы с вами должны первым делом определить, в какой день турист прошел меньше всего километров. Итак, пусть в третий день турист прошел х километров. Тогда в первый день он прошел х плюс 3 км. А во второй день он прошел х плюс 3 плюс 15 км. И раз мы знаем, чему равен весь пройденный путь туристам, мы можем составить уравнение. х плюс х плюс 3 плюс х плюс 18 равняется 72. Итак, переносим свободные члены из левой части в правую часть уравнения с противоположным знаком. Приводим подобные слагаемые, получаем уравнение 3х равняется 51. Находим значение х. х равен 17 км. Это путь, пройденный в третий день. Далее находим, сколько километров проходил турист в первый день. Это 20 км. И во второй день это 35 км. И записываем ответ. 20 км, 35 км и 17 км. Итак, в итоге, после решения ряда задач на применение уравнения первой степени с одним неизвестным, мы можем прийти к следующим выводам, что нам нужно внимательно несколько раз прочитать условия задачи. Далее нам нужно определить наименьшую величину и принять ее характеристическое свойство за х. Далее мы должны выразить оставшиеся величины через х. Также мы должны определить условие, благодаря которому можно составить уравнение. Составляем и решаем уравнение на множестве, соответствующем условию задачи. Далее правильно отвечаем на вопрос задачи. Итак, сегодня мы научились решать задачи при помощи уравнений первой степени. Наш урок подходит к концу. Спасибо большое за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова